Приветствую дорогие друзья! Разработка проекта «Лада Эллада» стоила больше 10 миллионов евро и он явно не окупился. В 2013 году АвтоВАЗ по заказу администрации Ставропольского края собрал партию из 100 Эллад, но регион оплатил лишь несколько автомобилей из этого количества, а от остальных просто отказался, сославшись на дефицит бюджета. Ставропольский край заказал автогиганту около 100 экологичных автомобилей Эллада. Эта модель станет первым массовым электромобилем отечественного производства. Позднее через дилера АвтоВАЗу удалось продать в частные руки чуть более 50 электромобилей по цене 960 тысяч рублей. «Лада Эллада» создана на базе универсала «Лада Калина» первого поколения. Она оснащена электромотором мощностью 80 л.с. и литий-железо-фосфатными батареями. Снаряженная масса электромобиля составляет 1200 кг. Запас хода на одной зарядке составляет 140 км. Но при минусовой температуре, когда владелец включает печку, или летом, когда включается кондиционер, все эти цифры по отзывам владельцев делятся на два. Имея максимальную скорость 130 км в час, ускоряется эта «Калина» не быстро – до 100 км за 18 секунд. Эксплуатация пяти электромобилей в таксопарках Ставропольского края показала, что из-за малого числа работающих стационарных электрозаправок подзаряжались они в основном ночью от обычной электросети, и до полной подзарядки им нужно было немало-немного 8 часов. На данный момент стоимость одного электромобиля составляет 630 тысяч рублей, но поодиночке их не продают. У «Автоваза» остается 42 автомобиля «Лада Эллада», которые он не может реализовать с 2013 года. Машина выставлена единым лотом на электронной торговой площадке «Автоваза». Стоимость лота составляет 26 386 500 рублей, то есть цена одного электромобиля составляет 628 250 рублей. Все «Лада» новые, с пробегом 100-150 км. Прежде «Автоваз» пытался продать эти машины поодиночке, по более высокой цене. Как я говорил выше, это около 1 миллиона рублей, но спрос был эпизодическим. На первый взгляд, эта машина кажется одним из множества элитных седанов. Но на этом сходство заканчивается. Автомобиль совершенно иного типа. Это первый серийный седан премиум-класса, приводимый в движение исключительно электричеством. Эта машина, созданная развивать высокую скорость при большом запасе хода, без единой капли бензина. Пришло время электромобилей. Ездить на бензиновом автомобиле должно казаться вчерашним днем, а ездить на этой машине – явлением будущего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...